Процесс распада Украины начался с момента провозглашения независимости страны, и запустил его Крым, добившись автономного статуса в первые же годы украинского периода. Теперь же этот процесс подошел к критической точке, и Украина пока еще незаметно для посторонних глаз начала расползаться по швам. Символично, что решившие отделиться регионы сразу же повернулись к Москве. По информации журналистов, главы Харьковской, Одесской и Запорожской областей готовы просить финансовой помощи у России на условиях дальнейшего экономического сотрудничества и сближения вплоть до полноценной интеграции. Первым своеобразный план спасения от захлестнувшего страну кризиса предложил харьковский мэр Геннадий Кернис, который еще в конце прошлого года зачастил в Москву и по всей видимости встречался с представителями руководства России. Его идею поддержали главы еще двух регионов. По некоторым сведениям, всерьез задумались о таком развитии событий и в область администрации. Пять лет назад региональные власти Украины по-своему подготовили себе пути отступления. В ожидании обещанной Киевом децентрализации некоторые области приняли особые законы, позволяющие расширять и усиливать взаимоотношения с приграничными государствами без разрешения центральной власти. По идее, речь шла только об экономическом сотрудничестве и общих проектах. Но на поверку оказалось, что обновленное законодательство наделяет местную власть самыми неограниченными полномочиями в вопросе интеграции с соседней Россией вплоть до введения Института двойного гражданства на уровне региона и одобрения рубля в качестве второй официальной валюты. Чиновники, заранее развязавшие себе руки для оперативного выхода из-под контроля Киева, выжидали долгие пять лет, опасаясь реакции центра, который мог снова и ото вести для усмирения новых сепаратистов, и сейчас, на грани полноценного экономического коллапса, украинские регионы, наконец, пришли к выводу, что нужно действовать. Журналисты выяснили, что главы Харьковской, Одесской и Николаевской областей ведут переговоры с Москвой о централизованной финансовой поддержке и параллельно, с соседними приграничными регионами. Поначалу планируется разработать программу помощи в формате некоего регионального партнерства. В дальнейшем же произойдет постепенная интеграция с РФ. Если учесть, что над тем же сейчас всерьез размышляют и Херсон с Николаевым, можно сказать, что от Украины может отколоться весь юго-восток, за исключением, разве что, Днепропетровска, где крепко держатся еще ставленники Порошенко. Москва будет всемерно содействовать Республикам Донбасса в восстановлении мирной жизни и противостоянию украинской агрессии. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов. Такую информацию сообщает портал Донбасс сегодня. Россия будет и в дальнейшем делать все необходимое для завершения военных действий и возвращения мирной жизни в Донбассе. Наша работа базируется на утвержденных резолюции Совбеза ООН Минских соглашениях, которые никому не дадут решать судьбу Донбасса без учета мнения местных жителей, приводит слова Грызлова издания. Представитель России на переговорах по Донбассу отметил стойкость жителей Шахтерского края, которые уже шестой год продолжают бороться за свой выбор, сделанный 11 мая 2014 года. «Все это время в условиях войны, транспортной и экономической блокады, вы отстаиваете собственное право на свободу слова, мысли, родной язык, историко-культурное наследие, на тесную связь с Россией и, по большому счету, право на жизнь», — подвел итог комментарию российский политик. Ранее сегодня агентство приводило доклад республиканских военных о том, что боевики ВСУ обстреляли ДНР тысячами мин за апрель. Напомним, что сегодня глава ЛНР заявил, что Донбасс на референдуме выбрал путь интеграции с Россией. Сегодня первый председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Александр Малыхин рассказал и о Новороссии о проведении референдума 11 мая 2014 года о независимости республики, условиях голосования, настроениях того времени и своем сегодняшнем отношении к событиям 2014 года. Мы достигли самого главного, пусть мы и не признаны, но мы субъектны, с нами вынуждена считаться Украина, мы являемся стороной в Минском процессе, а нас как о стороне говорит весь здравомыслящий мир. У нас выстроены государственные органы и создана вертикаль власти. Работают все органы и институты, которые призваны обеспечивать нормальную жизнь гражданина, защищать его права и свободы. Жители Донбасса получают российское гражданство, и я верю в дальнейшую более глубокую интеграцию с Россией. Безусловно, еще много работы и трудностей впереди, но и жизнь не стоит на месте. Как говорили наши деды, будем жить.